Фактически каждая газета Британии сегодня на обложку вынесла фотографию сбежавших лошадей, и Daily Mail тому не исключение. На первой странице можно увидеть изображение двух гвардейских коней, которые несутся по центральным улицам Лондона после того, как их спугнул строительный шум. Но к лошадям мы вернемся позже в выпуске, а сейчас остальные статьи из передовиц. Daily Telegraph пишет, что лейберийская партия обвиняется в неспособности обеспечить безопасность Великобритании в опасном мере после того, как партия отказалась соответствовать оборонному бюджету правительства. Газета i сообщает о плане лейберистов национализировать железные дороги, которые включают обещания гарантированного лучшего тарифа на билеты и цифровые сезонные билеты по всей железнодорожной сети. По данным Times, дети в Англии с большей вероятностью употребляют алкоголь, чем в других странах мира, так как родители из среднего класса нормализовали его употребление несовершеннолетними. Газета Guardian тоже пишет об обещании лейберистов провести крупнейшую за поколение реформу железных дорог с планом национализации железнодорожной сети. Дельмир также сообщает, что лейберисты пообещали национализировать британские железные дороги в течение ближайших пяти лет, но в случае, если их партия победит на следующих всеобщих выборах. Газета Daily Express сообщает, что учитель получил ножевое рассечение шеи, пытаясь остановить нападение с ножом на другого ученика в одной из валийских средних школ. Как пишет газета Metro, лейберисты пообещали национализировать железные дороги в случае победы на следующих выборах, и теневой министр транспорта Луиза Хэй заявила изданию, что нынешняя модель ни для кого в итоге не работает. Газета Sun сегодня пишет, что первый бойфренд принцессы Беатрис Паула Луца умер, предположительно, от передозировки наркотиков. Financial Times сообщает, что Джо Байден заявил, что США вскоре направят Украине пакет помощи на 95 миллиардов долларов, это 76 миллиардов фунтов, который также включает в себя помощь Израилю и Тайваню для того, чтобы удержать их в борьбе против России. По утверждению Daily Star, диета из высокопереработанных продуктов может превратить людей в бессонных зомби. Ну а сегодня в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей на четверг, 25 апреля. Давайте посмотрим, что еще есть в новостях, кроме сбежавших лошадей. Хотя все-таки, думаю, стоит посмотреть еще раз то, что случилось. Во время регулярного военного учения в Лунине два коня Королевской конной гвардии сбросили своих садиков и побежали по городу, сталкиваясь с транспортными средствами. Инцидент произошел из-за громкого звука, который напугал пять лошадей в Белгравии. Трое солдат и один гражданский были в итоге госпитализированы. Животные в данный момент находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Кони были найдены в восточной части Лондона, более чем в пяти милях от места инцидента. Лондонская пожарная служба использовала дроны для поиска животных. Я в целом рад, что пожарные осваивают дроны, но думаю, для поимки лошадей было достаточно открыть соцсеть X, в которой люди делились видео в режиме реального времени. Еще одно происшествие, которое рассматривают газеты, это нападение в школе Изгол-Дифин-Аман в Аманфорде, в котором от ножевых ранений пострадали три человека, в том числе два учителя и подросток. Подозреваемая девочка-подросток была арестована по подозрению в покушении на убийство и находится в данный момент под стразой. Сегодня школа была закрыта для проведения полицейского расследования. Суперинтендант полиции призвал не делать предположения и обращаться к официальным источникам для получения обновлений. Премьер-министр Великобритании выразил благодарность полиции и службам спасения за их работу. Ну а теперь к другим новостям. Риши Сунак намекнул, что не будет стесняться проводить дополнительные сокращения государственных расходов для увеличения расходов на оборону, как он столкнулся с вопросами о том, как будет финансироваться эта политика. Он сказал, что план не повлияет на способность правительства снижать налоги и является правильным шагом во все опаснейшем мире. Согласно плану, который обойдется в 4,5 млрд в год, 1,5 млрд будет выделено на увеличение финансирования исследований разработок в сфере обороны, а оставшиеся миллиарды будут выделены на сокращение численности гражданского персонала до уровня до пандемии. Это будет сокращение на 70 тысяч человек в госсекторе. Отчет Всемирной организации здравоохранения ВОЗ обнаружил, что в Англии употребление алкоголя среди подростков находится на высоком уровне по сравнению с другими странами. Треть детей в возрасте от 11 лет и более половины детей в возрасте 13 лет уже пробовали алкоголь. Причем девочки оказались более склонны к употреблению алкоголя и даже пьянству с возраста 15 лет. Употребление алкоголя в таком раннем возрасте представляет серьезную угрозу для здоровья, включая потенциальное повреждение мозга. Этот отчет призывает к принятию дополнительных мер для защиты детей и подростков от вредных воздействий алкоголя, а также других веществ. Малые предприятия выражают обеспокоенности за рост фиксированных платежей за электроэнергию, который в некоторых случаях достигает 13-кратного увеличения за последние три года. Федерация малого бизнеса обратилась к организации ОФДЖЕМ с призывом принять меры по этому вопросу, особенно в сельских районах. Положение ОФДЖЕМ вызвали более 20 тысяч откликов, и регулятор теперь стремится к обсуждению изменений в системе фиксированных платежей. Это явление особенно затрагивает малые предприятия в сельских районах, усугубляя разрыв между городскими и сельскими районами, а также препятствуя усилиям по уравниванию удаленных частей Великобритании. Три четверти британцев собираются избегать купания в море этим летом из-за опасений по поводу неочищенной канализации. Об этом свидетельствует новый опрос. Официальная статистика показывает, что разлив канализации в реке и море в прошлом году удвоился. Эксклюзивный опрос, который был проведен Центральным офисом общественного интереса, показывает, что удручающие 73% опрошенных ответили, что они, скорее всего, не пойдут купаться, либо абсолютно не пойдут купаться. И они отвечали на вопрос, пойдут ли они купаться в британской открытой воде в этом году. А этот год эксперты предсказывают как на самый жаркий летний сезон. Меньше одной двадцатой из запрошенных, это 4% людей, говорят, что они очень вероятно просто пойдут на пляж. Бизнесы сильно пострадали. Некоторые компании по водным видам спорта регулярно сообщают о сутках или даже целых выходных днях, вынужденных предостережений и простоев из-за небезопасных вод во время или после случаев загрязнения. Пожалуйста, поделитесь в комментариях местами, где можно искупаться в Британии. Интересуют озера, реки, да, в принципе, чистая вода. Другим новостям. В Великобритании будет построен первый памятник для лесбиянок, геев и бисексуалов, а также трансгендерных ветеранов вооруженных сил. Памятник будет установлен в Национальном аборетуме. Это что-то типа ботанического сада, где будут консультировать сообщества по его созданию. Это одна из 49 рекомендаций независимого обзора исторического отношения к людям, которые были уволены из армии из-за своей сексуальной ориентации. Ветераны приветствуют, и такой памятник надеясь, что он поможет преодолеть чувство ущемления и стигмы, с которыми они столкнулись. Однако для многих из них, как пишет BBC, важно получить компенсацию от правительства за потерянные карьеры и страдания, которые они испытали. В памятник ожидается быть открытым в мае 2025 года. Консультации по его созданию начнутся в ближайшее время. Ну а теперь про правильное питание. Британские любимые продукты превращают нас в зомби. Такие продукты, как жареная еда и фастфуд, оставляют голодать наш мозг. Именно это заявил ведущий питательный специалист, ну, вероятно, специалист по питанию Майк Мерфи. Половина того, что мы едим, классифицируется как ультраобработанная пища, и большинство из нас употребляют всего лишь три порции фруктов и овощей в день, лишая нашей мозге необходимых питательных веществ, сказал он. Результатом является увеличение числа случаев деменции, проблем с психическим здоровьем и бессонницы, что приводит к миллионам случаев по всей стране. Мерфи раскритиковал любовь Великобритании к обработанным закускам и жирным завтракам, добавив, мы не употребляли жареную пищу, когда были охотниками-собирателями. Эксперт по питанию сказал, что британцам следует употреблять как минимум семь разноцветных порций фруктов и овощей в день для оптимального здоровья мозга, а также рыбу. Ну, иначе, я так понимаю, мы все станем зомби. Ну, а теперь давайте послушаем, что у нас с погодой. Всем доброго дня! Надеюсь, вы настроены на приключения, потому что погода сегодня решила строить настоящий калейдоскоп. Вот как я это вижу. Сначала мы насладились приятной первой половиной дня, но теперь в центральной части страны нас ждет настоящий магический дождь. Он принесет с собой не только капли, но и легкий бриз и нежный вечерний запах, который будет ощущаться даже в самых удаленных уголках. От Бирбингема и до Южного побережья это как нежный поцелуй от самой природы. А вот в Шотландии все наоборот. Там солнце выглянет как долгожданный гость на празднике и будет освещать все шотландские склоны и города, словно звезда на киносъемках. В общем, настроение сегодня нормальное, но если судить по новостям, мы, кажется, летим в пропасть. Ну, зато все вместе. Так что улыбайтесь чаще. Если вам скучно, то приходите в субботу на нашу вечеринку в городе Дерби. Специально для зрителей наших новостей мы приготовили сюрприз. Скидка 15% на все билеты. Вся информация в описании ролика. Всем отличного дня и хорошего настроения. Спасибо, Игорь. А на этом я с вами прощаюсь. До следующего выпуска в студии был Олег Хил. Встреча с вами обязательно в следующем выпуске. Всего вам доброго.